Привет, на связи МК. Вы же помните, сколько было видов разных зарядок на старые телефоны? Каждый производитель считал своим долгом выпустить проприетарный разъем. Это был просто ад. Современный мир пытается стремиться к унификации и упрощению. Зачем нам подключать наушники по неудобному проводу, если звук можно передать по Bluetooth? Зачем нам множество разъемов, если их может заменить один USB-C? Одним проводом заряжать и ноутбук, и смартфон, выводить картинку с планшета на телевизор. Вот это удобно. Именно к такому будущему двигают нас техногиганты во главе с Apple. Но, как обычно это бывает, что-то пошло не так. Внешне один разъем может работать по-разному. Беспроводные протоколы определены настолько размыто, что про нюансы одного только Wi-Fi нам пришлось снять отдельный 15-минутный ролик. И я уже молчу о том, что мы живем в мире, когда физическая совместимость не означает программную. Почему так получилось? Как дальше будет происходить развитие интерфейсов и протоколов? Об этом мы сегодня и поговорим. На связи МК. Мы начинаем. И начнем, пожалуй, с USB-C. Изначально идея была великолепная. Одним небольшим портом мы заменим и устаревшие односторонние microUSB, который к тому же достаточно ненадежен, и вообще все остальные порты. Через USB-C можно подключать мониторы, камеры, быстрые SSD, наушники и даже внешние видеокарты. Через него можно передавать сотню ватт, а в будущем две с половиной, чего хватит даже для зарядки игровых ноутбуков. Это действительно разъем все в одном. За одним важным но. По умолчанию он работает просто как USB 2.0. И именно в такой версии он появился в 2014 году в планшете от Nokia. Все его возможные навороты остаются на усмотрение производителя гаджета. И это просто напрочь убивает всю универсальность. Вот давайте рассмотрим обычный полноразмерный USB, он же USB-A. Вы можете взять любую современную флешку, клавиатуру или джойстик, и без проблем подключить их к материнской плате 20-летней давности. Они без проблем заработают. Да, разумеется, будут проблемы со скоростью, все же она выросла за это время в сотни раз. Но тем не менее, работоспособность техники будет 100%. И это верно в обе стороны. Вы можете взять USB-мышку из нулевых, и она без проблем заработает на современном ПК. Иными словами, на протяжении больше 20 лет разъем USB-A сохранял и продолжает сохранять полную совместимость и универсальность. И это круто. Есть ли такое с USB-C? И близко нет. Например, ко многим дорогим ультрабукам и ноутбукам можно подключать по этому разъему монитор. Но стоит взять лэптоп подешевле, как вас будет ждать разочарование в виде надписи «Нет сигнала». Почему так? Как я уже говорил, возможности порта USB-C полностью зависят от производителя устройства. В MacBook за сотню тысяч рублей через этот порт можно даже внешнюю видеокарту подключить, не говоря уж про 4К-монитор. А вот в каком-нибудь лэптопе на Windows за половину этой стоимости есть шанс, что USB-C будет работать просто как USB 3.0. И что самое печальное, внешне это никак определить не получится. Взяв в руки первый попавшийся ноутбук с USB-C, вы можете только гарантировать, что через него будут работать флешки. Про возможность зарядки и вывод картинки получится узнать методом тыка, что просто недопустимо для массового универсального разъема. Поэтому становится понятно, из-за чего USB-C массово прижился только в смартфонах. Его проникновение на рынок ноутбуков и ПК идет достаточно медленно, хотя порту скоро стукнет уж 10 лет. Зачем нам нужен порт в мобильных гаджетах? В 99% случаях для зарядки и подключения к ПК. И поэтому тут вполне логично, что двухсторонний и более надежный USB-C заменил односторонний хлипкий microUSB. По этой же причине в большинстве ультрабуков USB-C прижился как зарядный порт. Это опять же удобно, если раньше каждый производитель лепил свой коннектор и при поломке зарядника найти такой же была проблема, то теперь большинство новых смартфонов, планшетов и ноутбуков можно заряжать от одной зарядки и одним кабелем. А вот вешать все остальные порты на USB-C нет никакого смысла. И это поняла даже Apple, вернув в линейке MacBook 2021 года HDMI и слот для карт памяти. И это опять же логично, чтобы подключить большинство мониторов и телевизоров к ноутбуку по USB-C, нужно соблюсти аж три условия. Ноутбук должен не просто иметь USB-C, он должен поддерживать вывод картинки через него. Нужен специальный кабель USB-C, который будет передавать графические данные. Ну и наконец нужен телевизор с выходом в USB-C или же переходник с него на HDMI. Самый простой способ выбрать ноутбук, который точно будет поддерживать и быструю зарядку, и вывод изображения через USB-C, это поставить фильтр по наличию Thunderbolt 3 на e-каталог. Тут конечно в первых рядах вы увидите макбуки разных поколений, но и легко можно найти модели других производителей от Dell, Asus, HP или Lenovo. Бонусом такие ноутбуки будут поддерживать подключение быстрых SSD и внешних видеокарт. Загляните в описание, там я оставлю ссылки на интересные модели. Переходя по ним, вы также поддерживаете наш канал. Но все же мало кто будет спорить, что старая схема с подключением напрямую через HDMI будет проще и универсальной. Вот и получается, что текущая позиция USB-C вне универсального зарядного порта выглядит достаточно шатко. Но итоги будем подводить в конце видео. На очереди у нас беспроводной протокол Bluetooth, а именно передача звука через него. И здесь, что любопытно, ситуация похожая на USB-C. Начнем мы с минутки истории. Современный 3,5-мм разъем для наушников появился аж в 50-х годах и с тех пор практически не менялся. Так что если вы найдете легендарные наушники Коспорта из 80-х, то они без проблем заработают на современном компьютере, даря вам теплый ламповый звук. И такая совместимость до сих пор устраивала даже аудиофилов. Пока Apple в середине прошлого десятилетия не показала iPhone 7 без этого порта, предлагая всем переходить на звук через Bluetooth. И как мы знаем, идея прижилась. Сейчас большинство смартфонов и даже некоторые планшеты уже давно лишены 3,5-мм разъема. А в продаже можно найти больше тысячи различных беспроводных наушников, начиная от простеньких Redmi Dots за 1000 рублей и заканчивая AirPods Max по цене флагмана на Android. Окей, если рынок принял беспроводной звук, значит с ним никаких проблем уже нет. Но это и близко не так. Что вы точно можете сказать, взяв в руки любые Bluetooth наушники и смартфон. Только то, что музыка на них будет играть. Не более того. Хотите получить качественный звук, вам придется искать наушники и смартфон, совместимые с высококачественными кодеками. Ничего не напоминает? Это ж вылитый USB-C. С рандомными устройствами и кабелем можно лишь сказать, что будет идти передача данных по шине USB. Не более того. Хотите передавать видео, но вы помните, что для этого нужно. Но вернемся к Bluetooth. Как я уже сказал, любые беспроводные наушники и гаджет с Bluetooth точно будут работать между собой и передавать музыку по кодеку SBC, который появился аж 20 лет назад и по современным меркам его возможности достаточно печальны. А теперь пристегнитесь, начинается вакханалия. Никто не мешает производителям создавать, лицензировать и продавать собственные кодеки. Так, например, родился беспроводной APTX, которым до сих пор владеет Qualcomm и берет мзду с производителей наушников, если и те хотят получить его поддержку. Sony создала собственный кодек LDAC с упором на аудиофилов. У Huawei есть ответ на LDAC, собственный кодек LHDC. Существует также бесплатный кодек AAC, и он, нет, не принадлежит Apple. И даже не самая известная аудиофильская китайская компания HeBuy создала собственный кодек UAT с битрейтом до 1200 кбит в секунду. Теперь напомню, что для работы кодек должен поддерживать и наушники, и устройства. И догадайтесь, много ли создателей наушников поддерживают кодек LDAC от Sony, кроме самой Sony. Ответ, я думаю, очевиден и печален. И что самое плохое, даже сам консорциум Bluetooth SIG, который разрабатывает этот протокол, не спешит в этой вакханалии разбираться, и даже добавляет масла в огонь, представив новый кодек LC3, который придет на замену SBC. И да, для него потребуется новый Bluetooth 5.2. Если имеете 5.1 двухлетней давности, увы. Я уже молчу, если вы захотите воспользоваться микрофоном в своих беспроводных наушниках, то они тут же перейдут в режим гарнитуры и будут работать в моно. До сих пор нет информации, когда этот костыль из нулевых поправят. Конечно, многие сейчас назовут меня хейтером, дескать, я против модных и молодежных USB-C и Bluetooth, но на самом деле это не так. Я просто привел их как пример вопиющих проблем в современных протоколах интерфейсов. Такие проблемы есть везде, куда ни копни. Организация HDMI Licensing Administrator, отвечающая за этот видеопорт, сама не разобралась HDMI 2.0. Теперь по факту его не существует, и он входит в базовую версию HDMI 2.1. Но этот более новый интерфейс в продвинутой версии имеет функции, которые HDMI 2.0 не имеет удачи в выборе телевизора. Разъем M.2 вообще имеет две разные версии под SATA и NVMe SSD, которые отличаются ключами, но при этом сам разъем в обоих случаях называется одинаково. Удачи при покупке SSD, который может подойти в разъем, но не заработать. Вспоминается эпопея с сокетами LJ-1151 и IM4, когда физически он не менялся, но производители программно ограничивали возможность работы новых CPU на старых платах и наоборот. Разумеется, пользователи быстро нашли возможность обойти эти ограничения. Как мы рассказывали в предыдущем ролике, стандарты Wi-Fi тоже определены максимально общно, из-за чего можно легко найти в продаже роутер с поддержкой стандартов Wi-Fi 4, фичей которого как раз является поддержка 5-гигагерцовых сетей без поддержки этого самого диапазона. Да, вы все правильно поняли. Таких примеров можно привести много, и здесь легко подметить один общий нюанс. Такая неразбериха с подключениями – это новое веяние, которому нет и 10 лет. Почему же появилась эта вакханалия с портами и интерфейсами? Конечно, точно на этот вопрос вам не ответит никто, но, думаю, предположение появилось уже у многих. Маркетологи победили инженеров. Мы видим это далеко не только в интерфейсах и протоколах, а вообще во всей электронике. Нас убеждают, что нагрев ноутбуков до сотни градусов – это норма. А все из-за того, что маркетологи решили сделать ноутбук на 17% тоньше и на 10% легче. Нам говорят, что отсутствие зарядника в комплекте со смартфоном делает нас ближе к природе, а салфетки с логотипом надкушенного яблока вытирают пыль лучше остальных. И вполне возможно, что с тем же USB-C была аналогичная история. Эффективным менеджерам показалось, что один порт для всего – это круто, и мир к этому готов. Никто не стал слушать мольбы инженеров о том, что пользователи и близко не готовы к такому резкому переходу. Более того, когда оказалось, что инженеры были правы, возврат портов в MacBook подали как очередной amazing. Что же остается делать на фоне победы идиотизма над здравым смыслом? Только одно – внимательно изучайте то, что покупаете, и анализируйте возможности будущей техники. Часто выводите изображение с ноутбука на телевизор, купите себе ноутбук с HDMI и не мучайтесь с переходниками. Слушайте музыку в высоком качестве со множества разных устройств, забудьте про Bluetooth, не идите на поводу у маркетологов. К счастью, до сих пор все еще остается выбор и возможность купить устройство, где вверх взяли все-таки инженеры. На связи был МК, инженер космической связи Михаил Крошин, не забывайте про ссылочки в описании, и если вам понравился ролик – ставьте лайк, если не понравился – дизлайк, если есть что добавить – мы обязательно готовы пообщаться с вами в комментариях. Еще увидимся. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok